Как продвигаются ремонтные работы на высоковольтной линии Ачгуара? В общем, работы начались и должны были продлиться до 15 ноября, но не запланировано. Переток должен был прекратиться 1 числа. И поэтому за 2 дня до окончания перетока срочно мы начали осуществлять присоединение шлейфов. И уже когда переток прекратился, мы поставили под нагрузку эту линию Ачгуара. Не полностью подвешенным проводом, новым проводом. Переток запрашивали до 15 ноября? Да, до 15 ноября запрашивали переток. Но вы сказали, что неожиданно у вас появилась информация, что переток будет прекращен. Как это, почему и как? Не то, что неожиданно. Но нас предупредили и запланировано как-то за 2 дня до окончания перетока, что переток будет прекращен в ночь на 1 ноября. И чтобы мы подготовили схему временную для включения этой линии Ачгуара. То есть с участками, где подвешен новый провод и с участками, где старый провод остается. И поэтому мы должны были быстро соединить шлейф и подготовить линию к включению. А была договоренность все-таки на период 15 ноября? Но может быть объем потребления вырос? Или была договоренность по объему потребления, а не именно по датам? Я сейчас не могу сказать, потому что я о договоренности ничего не знаю. Потому что я этим не занимался. То есть я точно информации не знаю, какая была договоренность. Но мы знали, что до 15 должен был быть переток. Ну и он за 2 дня до 1 числа предупредили. Ну по каким-то обстоятельствам он будет прекращен в ночь на 1 ноября. Ну видимо объективные какие-то обстоятельства. Точнее информации не имеет. Ну а сейчас вот мы видели, да, снимки, как провода низко так провисают. Они не угрожают вот там хозяйствам, домам? Сейчас какая обстановка вот по вашей информации? Ну да, сейчас в основном в этих местах после этого, да. Просто линия была включена без опробования, можно так сказать. Обычно линию включают, смотрят места, где габариты нарушены. И проводят работы по устранению этих недостатков. У нас просто времени не было. И сейчас вот эти дни продолжали работу по устранению этих недостатков. Где нужно было в основном там, где были касания, устранили. Это были вот сада частных под проводами. Где запрещено вообще сажать деревья. В общем ничего нельзя сажать. Поэтому там габариты были нормальными, около 8 метров. А когда деревья высокие, все равно на них может прошить это 220 киловольт. Вот этих местах почистили. И сейчас угрозы нет. Ну и на завтра запланированные работы вот на проблемных участках, чтобы и там тоже улучшить ситуацию. И потом в связи с этим, где сейчас у нас ограничения небольшие по Абхазии. Вот завтра планируются там большие работы на двух участках, как завершим. И будем уже нагружать вот на полную мощность. Вот вы сказали, что там устраняете неполадки. На сколько километров вы уже обследовали вот этих линий? Ну на весь участок, вот что был заменен, весь участок обследован. Эти лиузские места известны. То есть где-то если дадут переток, мы же должны продолжить. И эти подрядчики уехали, они тоже должны вернуться. Продолжить работу. И вот как дадут переток, эти места, где сомнительные, они, эти неполадки будут устраняться. Где надо будет перетянуть, будем перетягивать провод. И продолжать дальше. То есть на всем протяжении участка этой линии провод должен быть. То есть вот провод, который новый заменили, он будет, так он и останется, да? Вот новый провод, который приобрели. Да, новый провод, да. Новый провод останется. Конечно, для этого мы его приобрели, чтобы заменить старый, который висел на Су-300. Который уже с 57-го года, он уже свой срок эксплуатации прошел, изношенный. И поэтому и пропускная способность его низкая. Вот в связи с этим же и вот этот капитальный ремонт начался на этой линии. То есть а новый провод, он легче старого. Легче и высокотемпературный. И его рабочий диапазон температуры, то есть допускается до 150 градусов. А вот старый, там диапазон от минус 40 до плюс 90 градусов. А этот от минус 40 до 150. И легче на 300 килограмм. То есть механическая нагрузка на опоры будет меньше. На наши опоры. То есть вы подтверждаете, что по качеству хороший вот этот новый провод, а проблема в том, что не вся линия заменена, и поэтому проблема возникает. Так я понимаю? Ну да, проблема возникла, да. Потому что времени не было полностью протестировать эту линию. То есть надо было включить линию, нагрузить, потом отключить и устранять эти проблемные места, где, может быть, провес больше был, нужно было перетягивать. В общем, наладкой заниматься линией. Потому что это все-таки мощная линия. Так сразу, быстро включать ее под нагрузку, и тем более это под номинальную нагрузку практически, по 260 мегаватт. Это даже не половина, а больше половины. Поэтому могли появляться, конечно, такие моменты. А в какую мощность сейчас работает высоковольтная линия? Сейчас мы продолжали же работу, и чтобы не было вот этих аварийных отключений, мы немножко ограничили. И сейчас она в пределах 200-210 мегаватт работает. И ограничение около 40 мегаватт. И по завершении завтрашних работ мы думаем, ну, загрузить полностью всех потребителей Абхазии. То есть это будет мощность, 260 мегаватт, это уже бы вот этот старый провод такую уже мощность не выдерживал. То есть вот с завтрашнего дня вот эти ограничения на подачу электроэнергии должны быть сняты все по завершению ремонтных работ? Да, должны быть сняты. Если завтра все, ну, вот эти планируемые работы, как мы планируем, все сумеем выполнить, я думаю, будут сняты завтра. Ну, а вот сегодня в течение дня тоже испытывают, да, некоторые трудности с электроэнергией. У кого-то на час отключают. И люди пытаются понять, есть ли какая-то закономерность, какой-то график вот до завтрашнего дня. Нет, вот сейчас мы график, да, какой-то график мы сделали на час. Час отключают, то есть все потребители должны иметь, в основном так, знаю, час не имеют, 4 часа имеют. Потом час не имеют и 4 часа. То есть через каждые 4 часа отключают. По-моему, так час не имеют, а 4 имеют. 4 часа имеют. Но с завтрашнего дня вы надеетесь, что эти ограничения будут сняты? Вот так я понимаю. Есть, да, я надеюсь, да, что эти ограничения с завтрашнего дня снимем. Но работы, конечно, будут продолжаться, потому что невеста там сделана около 25 километров. Около 7-8 километров еще надо будет продолжать делать работы по замене провода. Вы сказали еще, что должны специалисты вернуться и доделать свою работу. Есть какие-то сроки, когда они приедут? Известно вам, когда вот они свою работу доделают? Или пока неизвестно? Да, вот это сроки, да, сроки будут известны. Это когда будет согласована организация перетока. То есть опять нужно организовать переток. Мы же эту линию должны будем отключить опять. И всю эту мощность должны подать из Российской Федерации на определенное время. Вот когда эти вопросы, они готовы, да, как вопросы будут решены. И они заезжают, и мы, и мы, и они продолжаем эти работы. По замене оставшихся участков, замене провода. И устранению этих каких-то моментов, моментов, чтобы линию привести в надлежащийся строение. А по времени, как вы думаете, сколько еще нужно будет времени, чтобы доделать вот эти работы, если приедут из России? Да, ну, это времени, да, нужно будет около 20 дней. Около 20 дней. Да, тут нужно не забывать, что еще и погода вле. Вот в октябре 12 дней дожди, ливни были. То есть в это время мы не могли работать. То есть все из погоды. Погода тоже вносит свои коррективы. Всегда вот выполнение этих работ на линиях электропередач. А 20 дней это с учетом изменения погоды, с запасом, вот да, вы говорите? Да, с учетом, да, с запасом, да, мы взяли, да. 20 дней с запасом. Там чистых 15 дней. Если будет хорошая погода, я думаю, хватит. Ну, 20 с учетом дожди, непогода. А объем перетока, вот сколько нам понадобится, если очгуара остановится на ремонт? Примерно количество подсчитывали? Ну, подсчитывали, да, подсчитают еще, потому что все зависит же, какая температура, какое потребление. Ну, вот сейчас, например, если потребление именно по линии очаговат 260 мегаватт, вот такую же мощность нужно организовать переток. Такой же мощности, ну, это все перевести в киловатт-часы, и график составить часовой, но это уже диспетчерская будет составлять и согласовывать, и объем электроэнергии, сроки и количества.